Ведется целенаправленная, скоординированная кампания по провоцированию в нашей стране длительного политического и экономического кризиса с последующей дестабилизацией обстановки. Именно для недопущения подобных сценариев развития обстановки нам и предусмотрены действия сил немедленного реагирования и быстрого развертывания. Ну все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. И оригинальность стоит в том, и особенность ситуации на данный момент, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Так было. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, и не только сопротивляется, контролирует ситуацию, подключили внешний фактор. Ну понятно, хотят растащить наши силы, прежде всего вооруженные силы, отвлечь нас от внутреннего и напрячь на внешних границах. Естественно, активизация протестного так называемого настроения и бандитизма внутри. Вы видите, что они уже тащат сюда альтернативного президента, делают это всерьез, поскольку всыпется заявление западных государств о финансировании, о поддержке и так далее. Военная поддержка налицо, передвижение войск НАТО к границам нашей страны. Все они двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска, можно на Беларуси поставить крест. То, что это делается всерьез, об этом свидетельствуют заявления западных государств, притом открытые заявления. Это уже прямое вмешательство. Речь идет о финансировании, о вытаскивании нас на переговоры в ОБСЕ. Понятно, для чего они это делают. Поэтому я еще раз попрошу вас, как министра обороны и командующего нашим направлением западным, предпринять все усилия для того, чтобы защитить прежде всего эту жемчужину западную в Беларуси, с центром в Гродно, с принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны. По распоряжению Генерального штаба в штате Мирного Гремени выдвинулся в район учебно-боевых задач. В первой и второй стартовой батареи проведены тактические учения без боевых пусков. На данный момент первая батарея несет боевое дежурство по плановым целям. Кассетная боевая часть. Пуск. Товарищ полковник, первая стартовая батарея, задача поставлена. Товарищ главнокомандующий, задача нанесения ракетного удара поставлена. Предлагаю проследовать нас на правом площадке. Товарищ главнокомандующий, исходя из имеющихся сил и средств и подготовки личного состава батальона, батальон боеспособен, готов к выполнению задачи. Значит, ты вышел двумя ротами на основное направление. Так точно. Ты полностью перекрыл дороги. По остальным направлениям вокруг тебя мышь не проползет. Никак нет. Лес, болото и прочее. Так точно. Там не проходят. Спасибо тебе. Служение сборки Беларуси. Спасибо. Лучше команды, ребята. Танкового батальона у вооруженных сил. Заступил на боевое дежурство по плановым целям. Батареи находятся в готовности номер 3, вблизи точек пуска. К выполнению задач готов. Поставить задачу на формирование ракетного удара и поставить задачу командиру 1-й реактивно-артиллерийской батареи. Есть. Орел, Ебекар. Выполнил Альберт Булл-408 по плановым целям. Принял. 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 Принял.